Более подробно обсудим условия отсрочки на связи со студией министра по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Лариса Ведерникова. Лариса Геннадьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Лариса Геннадьевна, вот как будет предоставляться отсрочка от арендной платы для мобилизованных граждан? Отсрочка от арендной платы для мобилизованных граждан предоставляется по заявительному характеру. В обязательном порядке необходимо приложить документы, подтверждающие прохождение арендатора военную службу и предоставляться на тот срок прохождения военной службы, который указан в документах. И еще один нюанс, что отсрочка будет предоставляться исключительно в тех случаях, если имущество не используется, либо земельный участок, находящийся в краевой собственности, также не используется. А часто вообще вот такие случаи встречаются, когда участок не используется полностью? И как это регулируется? Регулируется это договором аренды. В части неиспользования земельного участка мы говорим в части меры поддержки исключительно в отношении земельных участков, находящихся в краевой собственности. Таких фактов у субъекта, к счастью, не зафиксировано, чтобы земельные участки не использовались. Ну, мера же также будет действовать и на федеральные участки, на собственность участков, которые находятся в федеральной собственности. На уровне Российской Федерации также принята такая же мера поддержки. Соответственно, арендатор, который арендует федеральные земельные участки и проходит военную службу, также может обратиться к арендодателю за предоставлением данной меры поддержки. А кто и куда должен обращаться и с какого числа либо уже действует эта мера поддержки? Мера поддержки на уровне Российской Федерации уже действует. Постановление правительства Российской Федерации принято. У нас данный документ был принят сегодня на правительстве. Заявление подается в любой удобной форме. Обязательно прилагается, повторюсь, документ, подтверждающий прохождение в военную службу. Предоставляться будет на объекты недвижимости и земельные участки, находящиеся исключительно в краевой собственности. Ну, то есть обратиться могут также и родные мобилизованных, кто имеет доверенность. Да, да. Обращаются они в адрес арендодателя, что касается объектов недвижимости, либо движимого краевого имущества. Что касается земельных участков, то земельные участки в краевой собственности предоставляются исключительно те, которые находятся в казне. Поэтому в отношении земельных участков они обращаются в Министерство управления имуществом и град деятельности. А есть вот срок данной меры поддержки, сколько она будет действовать? Постановление ограничения срока не указано. Но повторюсь для понимания, что предоставляться она будет на тот период, пока арендатор проходит военную службу. То есть как мобилизованным, так и проходящим военную службу по контракту. То есть как только мобилизованный прекращает службу, сразу данная отсрочка уже не действует на его лицо? Она уже не действует. Повторюсь, что это заявительный характер. И далее, соответственно, можно заключить дополнительное соглашение по предоставлению оплаты. Лариса Геннадьевна, а вот можно уточнить, вообще сегодня обращаются ли в Министерство мобилизованные граждане по вопросам как раз-таки имущества, аренды и с какими проблемами? До настоящего времени данные обращения в Министерство не поступали. То есть от мобилизованных вообще? Нет. А вот на ваш взгляд, вот после объявления как раз-таки предоставления данной меры поддержки, сколько людей могут претендовать на нее? Ну, я не могу пока ответить на этот вопрос, сколько будут претендовать. Но заостряю внимание, что претендовать на данную меру поддержки могут не только арендаторы, которые являются физическими лицами, но также индивидуальные предприниматели и юридические лица при условии, что одно физическое лицо является стопроцентным учредителем и руководителем данного юридического лица. Ну, то есть, на ваш взгляд, все равно случаи эти будут? Я считаю, что да, случаи эти будут. Субтитры подогнал «Симон»